Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Девушка плохо общается в социальных сетях. Познакомился с девушкой в социальных сетях, начали общение, относительно быстро пригласил увидеться вживую. На встречу согласилась, были затруднения выбрать место и договориться о времени. В итоге договорились, она тоже участвовала. В конце написала, слава богу, мы договорились, это было трудно. Встречались, пообщались, я завершил беседу, надо было по делам ехать. Далее 1-2 дня от нее не было сигналов, не писала, не звонила. На третий день я написал, пообщались тезисно, кратко. Предложил сходу, но удачу встретиться еще раз, и сразу написал место и время. Девушка согласилась сразу, встретились, пообщались хорошо. Потом опять не пишет, не звонит первая. Снова написал, я первый, меня это не особо беспокоит, что она первая не пишет. Но в социальных сетях с ней не получается быстро пообщаться. Отвечает односложно, не пытается развивать диалог. Погласил ее в гости, она согласилась, ради интереса переносил один раз встречу, смотрел на реакцию. В ответ она без проблем соглашалась, принесла встречу и сегодня на встречу отменил. К ней родители должны приехать неожиданно. Но сама предложила перенести встречу на следующий день. Скажите, пожалуйста, с чем связано такое поведение? Неужели ей не хочется или скучно общаться в социальных сетях? Отвечает быстро, но односложно. То есть на встречу соглашаются сразу. Если отменяются встречи, помогают, предлагают назначить другую день вживую. А в другой день вживую общаемся хорошо, но в социальных сетях ужасно. Ну что ж, я могу сказать. Помимо того, что вы выстраиваете отношения, на мой взгляд, несколько сформализованно, да? То есть как будто бы, ну, рамки какие-то выставляете, как будто бы смотрите, как человек соответствует, не соответствует тем рамкам, которые вы сами вот ставите. Вот. Помимо этого, мне лично показалось, что вы как-то это принимаете на свой счет. Я, конечно, не знаю, могу безусловно ошибаться, но выглядит все именно так. То есть выглядит это все так, что вы на свой счет принимаете то, что, например, девушка, ну, вот, скажем так, не общается в социальных сетях так, как вам, например. Ну, может быть, привычно, да? Как вам комфортно. А люди ведь, они бывают разными. И есть те, кто действительно именно в социальных сетях общается, ну, мягко говоря, плохо. Вот. Мягко говоря. Но при этом вживую общается хорошо. Вот. Поэтому вам нужно определиться с тем, принимаете вы такой, вот, такой подход, такие, такие особенности девушки. Готовы ли вы с этим мириться? И если да, общается так, как удобно ей и вам. Вы можете также прямо вынести на обсуждение данную тему и сказать, а вот почему ты общаешься в социальных сетях односложно, да, а вживую общаешься так более, ну, более активно. Вот. То есть посмотреть на то, что она вам скажет. И уже после этого вырабатывать какое-то отношение с этим. в целом я бы сказал, что вы здесь проявляете мнительность, либо тревожность, либо неуверенность в себе. Вот. Мне показалось, что у вас это далеко не первый опыт знакомства с девушками. Мне показалось, что как будто бы девочку вы воспринимаете довольно ограниченно, это указывает в частности то, как вы называете свое общение, вы называете его тезисным общением. То есть вот есть такое ощущение, что вы постоянно наблюдаете, да, постоянно с чем-то соотносите. Вот такой контроль, элемент такого контроля, контроля присутствует. но это тоже не очень, не очень, на мой взгляд, хорошо для устраивания таких искренних доверительных отношений. Вот. Поэтому вот с чем связан ваш вопрос, да, из какого чувства вы свой вопрос задаете, из какого ощущения. И вот с этим нужно работать, потому что проблема, проблематика здесь, ну, совершенно очевидно, что проблематика здесь ваша, она никак-никак не связана с девочкой, да, она никак не связана с тем, как человек себя ведет, ну, потому что человек может быть естественно по-разному на самом деле. Вот. А связан связан именно с тем, как вы вот к всему относитесь, как вы все это видите. вот. А, я не говорю ни в коем случае, ни в коем случае не говорю, что это что-то плохое, вот, ни в коем случае. А, ни в коем случае не говорю, что вы как-то плохо рассуждаете, потому что я могу в целом понять, понять ваше желание общаться в социальных сетях, я могу это понять. Вот. И просто если вас не устраивает, то, как девочка общается, то вряд ли вы ее изменить. Вот. А, также на вашу неуверенность в себе, ну, вот, на какую-то, какую-то мнительность, да, частично указывает то, что вы проверяете реакцию ее, вот, ну, именно вот, частично, то есть вы специально что-то делаете, вот, чтобы посмотреть то, как человек вот себя поведет. Подобные действия как правило связаны с тем, что человек чего-то опасается, к сожалению. И сейчас у вас есть ощущение, что вы это делаете для того, чтобы что-то проверить, да, вот. Сейчас у вас есть такое чувство. Но подумайте, подумайте, а зачем проверять? Для чего проверять? Так как бы? То есть, проверять, ну, чтобы что? Вот это на мой взгляд очень важно. И вот в этом ключе, как мне, как мне кажется в этом ключе, вы могли бы и двигаться в принципе. То есть, вы могли бы смотреть, вы могли бы исследовать, вот, как вы приходите к тому, чтобы человека проверять, как вы приходите к тому, чтобы, ну, чтобы, чтобы, как-то вот, в чем-то, в чем-то убеждаться, например. Да? Вот. То есть, это все не совсем просто про отношения, это все не совсем просто про чувства к человеку. Это все про стремление такое, про желание такое себя от чего-то уберечь. возможно от негативного опыта, который у вас был. Если так, то мне очень жаль, что вы с этим опытом вот столкнулись, мне жаль, что у вас этот опыт был. Мне правда очень жаль, если это так. Вот. Но тем не менее, тем не менее, на мой взгляд, вы делаете своими вот такими действиями вы делаете хуже, хуже, хуже. Вот. Потому что что, например, что, например, будет, да? Что будет? Если девушка узнает, например, потом, ну, в дальнейшем, что вы совершали какие-то действия, чтобы ее проверить, что будет, если девушка об этом узнает. Вот. То есть, это хорошо, хорошо, если она об этом не узнает, но что будет, если узнает? это отзывает нас к тому, на мой взгляд, какие отношения вам видятся. В целом, вы хотите, вы хотите выстраивать человека. Вот. То есть, какие отношения вам видятся, ну, желаем. как вы себя будете чувствовать в этих отношениях, я имею в виду? Вот. Будете ли вы чувствовать себя в отношениях, ну, хорошо, таких, и так далее? То есть, вот это, на мой взгляд, очень важный момент, на который, на который нужно обратить, обратить вам свое внимание. Вот. То есть, немножко побольше, немножко побольше внимания к себе, вот, немножко поменьше внимания к девушке, побольше заменьшать, ну, заменьшать, ам, того, что происходит с вами, да, вот, того, ну, грубо говоря, как вы себя чувствуете, ну, чувствуете, вот, побольше заменшать этого, вот, и, соответственно, я думаю, что, так или иначе, ситуация будет нормализовываться. Вот. А, в чем еще здесь проблема, в том, что, ну, вот, сейчас возникла такая ситуация, у вас, да, вот, хорошо, сейчас такая ситуация возникла, а, что вы будете делать в следующий раз, ну, в следующий раз, да, когда еще какая-нибудь ситуация возникла, возникла, что вы будете делать тогда, задание, то есть вы будете опять, получается, спрашивать, вы будете опять, получается, узнавать, вы будете опять, получается, как-то вот интересоваться, да, так, так, так это будет. Ну, вот, то есть вы, вы окажетесь в ситуации, где вам как будто бы постоянно нужна, ну, нужен какой-то взгляд со стороны, как будто бы, вот, и насколько это хорошо для вас, вот опять же, вот это вопрос, насколько это то, чего вы хотите, понимаете, вот, я думаю, как-то так, я думаю, что вы несколько усложняете саму, ну, саму, сам механизм устраивания отношений, я думаю, что вы усложняете, я думаю, что этот механизм устраивания отношений вам кажется несколько, ну, несколько сложнее, чем он есть на самом деле, вот, и, на мой взгляд, наша задача заключается в том, чтобы показать вам, ну, вот, что ничего такого нет, ничего такого страшного, ничего такого ужасного, ничего такого опасного и тревожного в этом нет, вот, какая, мне кажется, наша задача, вот, ну, естественно, естественно, что если у вас был какой-то негативный опыт, да, если вы сталкивались с каким-то, вот, негативным опытом, то есть если вот у вас есть какой-то травмирующий опыт, вот, то, конечно, в этом случае, в случае, ну, в случае травмирующего опыта, важно отдельно с ним работать, с травмирующим опытом, потому что вы просто не сможете двигаться дальше в таком случае, вот, пока его не проживете. Но, опять же, на него нужно обратить внимание, что вот это в опыте дело, не в девушке, которая общается или, ну, или не общается, вот, дело не в ней, а именно, именно дело в том, как вы реагируете. Понимаете, да, какая штука, вот, поэтому я думаю, что вот, ну, такой, например, ответ вам можно дать, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, вот, с точки зрения моего опыта, и пригласить вас на психотерапию, вот, для того, чтобы решить все эти сложности и проблемы, которые у вас есть или могут быть. Смотрим все. Я надеюсь, что вам это было интересно. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Ну и буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу и позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии, чтобы начать, ну, вот, свое движение туда. Всего доброго.